Прилежные ожидания Евангелие от Марка, 13 глава, с 28 по 37 стих От смоковницы возьмите подобие Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет Небо и земля придут, но слова мои не придут О дне же том или часе никто не знает Ни ангелы небесные, ни сын, но только отец Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома Вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими А что вам говорю, говорю всем Бодрствуйте Размышления Бодрствуйте Евангелие от Марка, 13 глава, с 28 по 37 стих На примере смоковницы Иисус учит учеников различать знамения времен и внимать его словам, которые не придут Затем он говорит, что мы, подобны слугам, которые отвечают за порядок в доме, пока не вернется господин И до его возвращения каждый из нас должен совершать свое дело Иисус верил нам Евангелие и хочет по возвращении найти нас на своих полях Никому из нас не позволительно просто сидеть и ждать его, сложа руки Пока весь мир не услышал Евангелие Мы не знаем, когда он вернется А потому должны прилежно совершать веренное нам дело и бодрствовать Ожидая его возвращения Случалось ли вам поймать себя на том, что вы бездействуете Вместо того, чтобы проповедовать Евангелие окружающим людям? Какой вклад вы вносите в то, чтобы рассказать о Христе всем народам? Продолжение следует...